мальчики девочки дамы и господа наша парфюмерная дружина сегодня на обзоре последний из имеющихся у меня на данный момент ароматов назомата а именно бламаж как он оформлен вот так бутылочка с оригинальной крышкой и походная рядышком крышка конечно прям произведение искусства наверное одна из самых выдающихся в линейке назомата видите это настоящий такой пенек с отходить вот отслаивается кора сучки каждый каждая крышку каждого флакона она уникальна вот здесь срез залакированный обалдеть тут так вот пластиковая вставка конечно же чтобы от масел парфюмерных от алкоголя не попортилась крышка будь то металл металл тоже защищают конечно же и и дерево получается ну чтобы не рассохлась не стала болтаться крышка всегда пластиковые вставки а сам флакон обтянут видите какой-то полимерной пленкой но не так уж это прям бомбезно но смотрится красиво и даже надпись на замата этой пленкой термо усадочная наверное видите даже надпись на флаконе читается через пленку прекрасно наверное так легче будет отличить подделку оригинал от подделки отличить хотя не знаю сейчас они такие такие умельцы прям а ну и крышечка вот эта походная для путешествий белого цвета это редкость у назомата у меня по-моему только silver mask и вот blommage имеют ее так вот закрываем и очень компактные благо дело что всего 30 миллилитров в любую сумку багаж и можно возить с собой что про сам аромат выпущен в 2014 году и сам создатель заявляет что создал он его якобы ну кто-то говорит что вольный вольный перевод с немецкого blommage это ошибка кто-то трактует как позор ну то есть какая-то ошибка недоразумение позор ну хотя слова как бы не одно и то же ведь они не синонимы я бы сказал якобы он завязанными глазами взял шесть случайных ингредиентов их смешал произвольно как-то и получился вот ему понравился результат и потом на основе этих шести ингредиентов он создал данный аромат ну а также говорит что если вы нарочно будете ну пытаться ошибиться там что-то вот случайность нарочно пытаться создать то ничего у вас не выйдет а тут якобы он не нарочно выбирал с завязанными глазами ну короче есть даже на ютюбе ролик что-то в ноус он себя называет носом до гуалтьери все очень обла бла маш по моему так короче погуглите найдете ноты традиционно не указаны александра гуалтьери создатель всех ароматов назомата он держит ноты в секрете но тем не менее нанюханные наши граждане коллеги парфманьяки что-то разнюхали и делятся с нами якобы здесь много цветов жасмин и магнолия и и и лилия ой что же еще что же еще ну короче нарцисс тубероза ну короче к эта цветочная феерия кстати вот когда я прочитал про туберозу может быть она здесь есть я не спец по туберозе но у нее такой яркий сочный аромат она все-таки выделяется да из ну я не знаю для меня аромат тубероза он такой прям жевачный такой вау он для меня вау хотя сам не рискую на себе носить но похоже насчет туберозы да и возможно какие-то еще другие цветы есть плюс белое дерево указывают ну белый кедр наверное и мускусы но мускусы я и так знаю что здесь есть фирменные гуалтьеревские мускусы ну да это что другие люди называют я скажу как всегда чем пахнет мне чем пахло много лет назад носил его кстати не часто не знаю почему аромат этот незаслуженно обделен вниманием почему-то его все время затмевают более какие-то более хайповые что ли black afgana конечно же конечно же дура пардон теперь также снискали любовь парфманьяка бараонда очень популярная да и и даже нуди флорум ломаш все время где-то на задворках очень зря ребят очень вот я прям рад что сейчас я снимаю обзор сам я в дайтона 10 сегодня но я прям хочу мне будет безумно приятно нанести за долгое время я его не носил и впервые за долгое время его повдыхать по обонять причем покуда концентрация как и у всех назомата экстракт у него я буду его вдыхать но сутки точно и давайте нанесем о пшик даже вот видите его практически нет практически уже холостой потому что давно не пользовались смотрите второй сейчас он будет уже о слушайте аромат он такой действительно да наверное тубероза слушайте ребят аромат бомбезный вот вот я щас как я скучал по тебе он бомбезный не проходите мимо не не поддавайтесь этому всеобщему хайпа ну типа типа что вот нет хорошо что вы любите black афгана или пардон но не забывайте про этот еще ходят слухи что якобы ну то есть считается в парфюмерных кругах некоторые считают что что по запаху до аромата данного как будто гуалтьери взял ну вот это он все придумал что вслепую с завязанными глазами а на самом деле он взял в каких-то пропорциях и смешал все до этого вышедшие ароматы наркотик венус винас да ну да нюда вот ну и все вот эти афганцы и ты 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 все смешал и от каждого по чуть-чуть и вот и получился бламаж ну тоже может быть имеет место быть потому что гуалтьеревский почерк явственно угадывается он узнавая такой вот эти вот все мускул блин вот что-то что-то на какой-то аккорд уникальный все-таки у назомата есть но не у всех не у всех ароматов а я сейчас скажу у каких опять же дура пардон black афгана вот этот ну может быть сильвер маск здесь особняком стоят отдельно абсент хиндуграс который снятый бараонда и нуди флорум они отдельно а вот именно вот эти они да и наркотик винас походу здесь есть потому что вот эта жвачная мне уже видите костыль я прочитал про эту тубирозу и теперь она чудится аромат это аромат фейерверк понимаете это аромат праздник это такой парфюм в котором вот вы заходите в помещение только пожалуйста не более двух пшиков ребят это экстракт и он именно бламаж он один из самых мощных он даже наверное будет мощнее чем великий ужасный black афгана тем более вот все жалуются сплошь и рядом на стойкости шлейф последних выпусков этого black афгана этот ну блин я не знаю как его можно приглушить заглушить как он может быть я потому что у меня 14 примерно года или 15 выпуск я не думаю что в 2022 он какой-то там нестойкий так вот два пшика и вы заходите в помещение и аромат за вас вы можете вообще молчать он кричит я звезда обратите на меня внимание я пришел батька в хате понимаете вот вот из той серии не скажу что он как-то безумно дорого изысканно пахнет как допустим пардон но по-моему пардон он такой он породистый вот не так может быть эпатажно как black афгана ну black афгану прям ниша нишевая да а этот вот всего много и он он яркий он вот прям яркие фонтан какого-то вот оптимизма я бы сказал позитива яркий вот ярких красок такой вот аромат вот фейерверк и и все не знаю какие еще эпитеты к нему можно при шпандорить чем он пахнет мне вот чем я вспоминаю свои первые ощущения сейчас принципе не сильно изменить он ну хотя вы знаете хотя изменились вот но но это с руки спит на блин вот фиг знает ну тогда тоже с руки спит на короче я помню тогда для меня главные аккорды почему-то я чувствовал в нем персик сейчас персик я уже не чувствую сейчас мне кажется но ребят он настоялся и мне кажется немножко он аромат поменял а может это у меня вот впечатление поменялись нашли более нанюханный стал с 14 года с 15 его в 15 купил за семь лет или вот настоять может быть настоялся не знаю короче персики и слышите с турения офигеть совсем чумачечи и альдегиды почему-то вот этот самый призвук аромата свежевымутых мужских волос вот по мою хорошим шампунем голову потом чик так так вот по голове нюхаю пахнет альдегидистость такая плюс древесность плюс мускусность сейчас вот блин вот может я действительно про эти цветы начитался сейчас кажется цветочно-бубульгумовый такой фейерверк плюс древесные ноты и плюс мускусный то есть он ни в коей мере не я не назову феминным тем более ребят нужно дождаться то есть вот у него бубульгумность такая супер яркой первые полчаса час а потом все таки древесные ноты с мускусными они выходят на верх куда-то на передний план и он становится более сбалансированным поспокойнее уже становится и все более ну как бы в мужскую сторону дрейфует хотя на всем протяжении звучания все равно унисекс блин он ни на что не похож для меня да говорят что он похож на двойку от ком де гарсон на не на мужскую вот коричневую двойку а на унисексовую первая двойка которая в таком серебре бело-серебристом флаконе вот на нее этот был кстати создан раньше поэтому может быть гуалтере черпал вдохновение кто же создал эту двойку марк бакс по моему или кто не буду врать ну короче черпал что-то оттуда ну блин у здесь вот это мускусятина вот этот аккорд древесно-мускусный он фирменный гуалтеревский я бы был очень удивлен если в двойке его обнаружил двойку не пробовал блин очень интересно уже давно хочу попробовать надеюсь что это случится скоро так что ребятки бегом тестить без затеста ну слишком он ярким без затеста не наверное не рекомендую покупать но хотя если вы доверяете моему вкусу если у вас промашек не было по моим обзорам покупать то и и и в добрый путь что называется ребята надеюсь данный ролик был вам полезен оцените как-нибудь его и до новых скорых встреч супер а а